В небольшом городке Райхенберге, в горах Богемии, 20 октября 1923 года родился знаменитый детский сказочник Отфрид Бройслер. Именно в таких местах и рождаются сказочники. Там, где с вершин сходит сам владыка гор Рюбицель, где каждый ручей таит водяных, а леса скрывают проказливых ведьм. А в замках обитают привидения. Еще с детства маленький Отфрид был знаком с преданиями о горных духах, об изнании шведских войск о привидениях в старинных замках, о которых великолепно рассказывала его бабушка Дора. Родители Отфрида Бройслера были учителями. Семья мальчика не была богатой. Самую большую ценность в доме представляла библиотека в 6000 томов, которую собрал отец Йозеф Сероватка. Ребенком Отфрид Бройслер восхищался сказками, легендами, преданиями, шедеврами мировой литературы. Отец будущего сказочника увлекался краеведением. Он разыскивал тех, кто помнил древние сказания и записывал их рассказы. В своей экспедиции по богемским деревням он иногда брал Отфрида. Но по словам писателя, самой лучшей рассказчицы из тех, кого он знал, была его бабушка Тора. В своей памяти она хранила неисчерпаемый запас народных сказок и легенд. Мальчик мечтал стать писателем, но мечта сбылась не сразу. В 1942 году Отфрид был призван в армию, отправлен на Восточный фронт. Он попал в плен. Вернулся в Германию в 1949 году. Отыскал своих родных. Семья жила в баварском городе Розенхайм. С 1953 года Отфрид Пройслер начал преподавать в Розенхаймской школе. В 1956 году вышла в свет повесть сказка «Маленький водяной». Первая книга Пройслера, которая принесла ему известность. История о любознательном и непоседливом маленьком водяном, живущем вместе с родителями в доме на дне мельничного пруда. Через год, в 1957 году, вышла повесть-сказка «Маленькая баба-яга». На мысль написать эту книгу Отфрид до Пройслера навели дочки. Однажды вечером перед сном девочки пожаловались отцу, что очень боятся злых ведьм. Тогда сказочник попытался объяснить дочерям, что злых ведьм бояться не следует, поскольку их больше не существует. Так и родилась история про маленькую бабу-ягу. Была когда-то маленькая баба-яга, то есть ведьма, и было ей всего 127 лет. Для настоящей бабы-яги это, конечно, не возраст. Можно сказать, что эта баба-яга была еще девочкой. Жила она в крохотной избушке, одиноко стоявшей в лесу. Крыша избушки покривилась от ветра, труба скрючилась, ставни три бежали на разные голоса. Но маленькая баба-яга не желала себе лучшего дома. Ей и этого вполне хватало. Снаружи к избе была пристроена огромная печь. Без такой печи никак нельзя обойтись, иначе избушка не была бы настоящим домом бабы-яги. В избушке вместе с бабой-ягой жил еще и ворон. Звали его Абрахас. Он говорил не только доброе утро и добрый вечер, как это умеют все говорящие вороны. Ворон Абрахас умел говорить все. Он был мудрым вороном и знал толк буквально во всем на свете. Примерно шесть часов в день маленькая баба-яга училась колдовать. Ведь колдовство не такая уж простая штука. Лениться в этом деле никак нельзя. Сначала надо вызубрить все простые колдовские штучки, а потом уже более сложные. Надо вызубрить от начала до конца всю колдовскую книгу, не пропуская в ней ни одной задачки. Маленькая баба-яга дошла только до 230-й страницы. То утро она упражнялась в вызывании дождя. Она сидела во дворе возле печи, держала на коленях колдовскую книгу и колдовала. Ворон Абрахас сидел рядом, он был мрачен. «Должен быть дождь!» – каркал он сердито. «А что делаешь ты? Первый раз у тебя посыпались с неба белые мыши, во второй раз лягушки, третий – еловые шишки. Интересно, что посыплется в четвертый раз? Получится ли у тебя наконец настоящий дождь?» Маленькая баба-яга попробовала сделать дождь четвертый раз. Она повелела собраться в небе небольшой тучи, подманила ее рукой и когда-то остановилась над самой избушкой, крикнула «А ну, пролейся дождем!» Туча прорвалась и с неба полилось кислое молоко. «Кислое молоко!» – в ужасе картнула Абрахас. «Ты сошла с ума! Что ты нам еще наколдуешь? Может быть, манную кашу? Или сапожные гвозди? Хоть бы это были съедобные крошки или изюм, еще куда не шло!» «Должно быть, я оговорилась!» – сказал Маленькая баба-яга. «Я и раньше иногда ошибалась, но четвертый раз подряд этого со мной еще не было!» «Оговорилась!» – проворчал вора. «Я тебе скажу, в чем тут дело!» «Рассеяна ты, вот что! Если думать о всякой всячине, то непременно оговоришься! Сосредоточиться надо тебе, вот что!» «Ты находишь?» – задумчиво сказала Маленькая баба-яга. Она вдруг захлопнула колдовскую книгу. «Ты прав!» – крикнула она гневно. «Я не могу сосредоточиться, и знаешь, почему?» «Потому что я вне себя от злости!» «От злости?» – переспросил Абрахас. «На кого же ты злишься?» «Я злюсь, что сегодня в Альпурге его ночь, самый большой праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут там танцевать до утра!» «Ну и что?» – спросил Ворон. «А то, что я еще слишком мала для танцев, так говорят взрослые ведьмы. Они не хотят, чтобы я танцевала вместе с ними на Блоксберге!» Старый Ворон попытался ее утежить. «Видишь ли, в твои 127 лет ты еще не можешь этого требовать. Вот когда ты станешь постарше, тогда другое дело!» «Ах, оставь!» – крикнула Маленькая баба-яга. «Я хочу уже сейчас танцевать вместе со всеми, понимаешь?» «Чего нельзя, того нельзя!» – наставительно прокаркав Ворон. «Разве что-нибудь изменится от того, что ты слишься? Будь же разумной!» «Я чувствую, ты что-то задумала!» «Я знаю, что я задумала!» – сказала Маленькая баба-яга. «Сегодня же ночью я полечу на Блоксберге!» «Дет Cum Александровскому!» « понимаю, что я в состоянии, не могу fair это что-то petit изld London!» «Разве его гимнажте!» «Калюшко не получается!» «Н паник плещ!» «Калюшко не получается борта medida по всём моменту!» « ama я не могу…» Конец цинкан celd Вот Memphis – «Б lawsuit, мне��ой Age» Продолжение следует...